Добрый день, в эфире программа «Союз нерушимый». И сегодня сразу же скажу нетрадиционная пара ведущих в этой передаче. И нетрадиционная пара гостей. Пару уже заговорила, и та, и другая, и ты. Давайте не будем напирать на слово «нетрадиционный». Вот и я удивился. Представляй, Володя, всю эту историю. На месте, которое по обычаю занимает Азисалича, ага, и сегодня Светлана Занько. Добрый день, Светлана. Здравствуй, Володя. Азисалича мы поздравляем с тем, что у него долгожданный отпуск состоялся. Да, конечно, мы очень рады за него. И он счастливый и радостный, и он улетел. Улетел, видимо, все-таки, да? И мы, несмотря на это, все-таки продолжаем традицию, заложенную в программе «Союз нерушимый» не так давно. Мы продолжаем совершать такое радиопутешествие, радиоэкскурсию по странам бывшего Советского Союза. Это, как мы уже выяснили, замечательные среднеазиатские, в том числе, республики. Мы уже говорили, по-моему, в этой студии про Казахстан, но решили еще закрепить, повторить. И у нас сегодня такая необычная программа. Вы знаете, ведь «Союз нерушимый» мне подумалось, он дает возможность людям, которых мы знаем только с одной точки зрения, вот людям, занимающихся политикой, бизнесом, общественной деятельностью. Вот эти люди в этой программе «Союз нерушимый» могут раскрываться вот чисто по-человечески, с другой стороны. Они могут рассказывать о своих впечатлениях, эмоциях, побывав как раз-таки, да, совершив поездку в эти бывшие союзные республики. Мы сегодня пригласили в нашу студию, во-первых, Андрея Усенко, вице-президента авиатско-торгово-промышленной палаты. Добрый день. Добрый день. И Юлия Фанасьева, нашу коллегу, старшего специалиста по связям с общественностью, Теледвакиров. Все, ничего не перепутал. Добрый день. Семья Усенко у нас сегодня в гостях, практически в полном составе, за исключением маленького сына. Как только он заговорит, Юля, я думаю, что он сразу же появится на Суфере. Ставит ведущим, ахомаскоп. Подсидит маму. Кстати, может быть, это тоже какая-то отправная точка у нас будет, да? Мы будем семьи приглашать. У нас такая семейная программа будет связанной. Мы дорастем уже до этого, потому что мой ребенок... Она уже стала семейной. Да, самые старшие ваши подрастут и вперед. У нас уже будет полная команда. Ну, давай, ты мне скажи, пожалуйста, я не часто в этой программе как гость, а уж как ведущий вообще впервые, мы говорим со слушателями сегодня, называем номера телефонов или это просто... Мы говорим или не говорим со слушателями? Почему бы не сказать 211-101? 211-101, это значит, что вы можете присоединяться к нам в прямом эфире, свои комментарии оставлять. Но у нас сегодня два государства на повестке дня. Это Азербайджан и Казахстан. Мы скажем, почему сразу, потому что усенки ездят много. И в этом году аж сразу в две близкие к нам республики они съездили и туда, и сюда. Но с Казахстаном Юля уже частично знакомила наших слушателей. С Казахстаном большая, добрая, теплая, родная история, потому что ты сама оттуда родом. И бабушка у тебя замечательная там живет. Я тоже тут уже рассказывала, что у меня с Казахстаном связано детство, поэтому мы с Юлей друг на друга смотрим и улыбаемся, когда говорим о Казахстане солнечном и любимом нами. А Андрей до эфира мне сказал на мою реплику, как ты хорошо выглядишь, похудел, потянулся, загорел, помолодел. Он говорит, ну насчет похудел это вряд ли, потому что плов суткой в Казахстане – это нечто. То есть у нас сегодня будет такая кулинарная тема, я так понимаю. И прикладная, безусловно. А на самом деле, что там, что там, везде гастрономический туризм. Да, везде гастрономический туризм. Вот, кстати говоря, если мы говорим сейчас о том, как вы ездите в путешествия, почему вы решили зимой съездить в Азербайджан, почему Баку, как выбор вообще состоялся? Ну, Андрей, рассказывай. Баку случился пальцем в глобус. Ну, практически, да. Был очерчен определенный радиус, который, скажем так, в пределах досягаемости с подрастающим поколением. То есть это явно не мог быть там шестичасовой перелет, поэтому мы так примерно посмотрели, куда можно долететь в пределах трех, там, трех с половиной часов. Вы ездили с малышом? Да, мы ездили с двухлетним ребенком, причем, на самом деле, он у нас начал ездить с полугода. И мы сейчас недавно посчитали, в общем, перелет крайний здесь был двадцатым для него в его два с половиной года. То есть 20 перелетов он уже совершил. Мы с ним ездим каждое полгода. Поэтому, собственно говоря, Европа там исключалась, там, в общем, зимой нечего. Нам не хотелось. Ну, не очень комфортно. Плюс там как раз все эти колебания курсов произошли. Вот, и мы решили обратить свой взор на, собственно говоря, республики Кавказа. Много о них слышали, о Грузии, ну, в Казахстане мы бывали. Но нас прелестил Баку, потому что по описаниям, когда мы начали там просто смотреть фотографии, описания какие-то, город создал очень приятное впечатление. Фотографии действительно очень красочные. Да, была интересная такая цитата, когда, там, год назад мэра Москвы Собянина, его первый зам по строительству сказал, хочешь, я отвезу тебя в настоящий европейский город. Тот сказал, ну, давай. И тот отвез его в Баку. Ого. И после того, как мы съездили, наверное, с полной уверенностью можно сказать, что это действительно так. Это действительно так. И мне кажется, что даже лучше, потому что, если сравнивать, ну, допустим, с Парижем, в котором мы тоже были недавно, в Баку гораздо чище, опрятнее, приятнее, чем в Париже. Это было для нас тоже удивительно. То есть вот есть возможность сравнить европейские и азиатские города. Да, на самом деле Баку в этом смысле оставил очень приятное впечатление, потому что меня, например, поразило то, что им удалось не удариться вот в эту, знаете, там, пошлую роскошь Азии, когда у тебя много денег, но ты не умеешь их тратить, что называется, да, тебе хочется все золоте, там, самое большое. Они очень тщательно отнеслись к восстановлению старого города, очень качественно его восстановили. Он находится в историческом центре в идеальном состоянии. И все новостроенные, новые здания, новые там архитектурные объекты, они приглашали ведущих мировых архитекторов, там, в том числе, Заху Хадид, которая там строила несколько объектов. И город оставляет в этом смысле, в смысле архитектуры, планировки, какой-то разумности всего этого, ну, просто неизгладимое впечатление. Для меня очень, там, важным показателем является желание вернуться еще раз, да, то есть там много поездив по миру, мы понимаем, что если там бывают одноразовые города, как мы их называем, да, один раз съездил, в общем, больше не хочется, а есть города, в которые хочется вернуться. Вот Баку совершенно смело можно сказать, что такой город, и мы по приезду, и в процессе, собственно говоря, поездки, и по приезду многим рекомендовали, и мы, несколько человек уехали по нашим рекомендациям, да, в Баку. А как долго вы там были, Юль? Мы там были 10 дней, это январь, со 2 по 10 января. Как погода? Там очень комфортная зима, она зеленая зима. Мы прилетели 2 января, там выпал снег, сами бакинцы вообще все были в шоке, что у нас выпал снег. Кировчане привезли с собой. Но 3 января его уже не было. Да, 3 января снега уже не было, он уже растаял. Там зеленые газоны, там, значит, вот эти цветочки, которые с осени, видимо, законсервировались в таком состоянии, и зимой они так и находятся. Там пальмы зеленые. То есть, да, зима, но эта зима зеленая... Какой температурный режим примерно? Да, порядка 10 градусов. От 10 до 15. 10-15 градусов, да. То есть, очень комфортно. Понятно, что ты все равно ходишь в пуховике, в какой-то зимней одежде, но тебе не холодно, нет... Ну, не все, не все. Да. В пуховиках не все ходят. Я в тёмбе, я в чём. Я ходил в легких куртках, мне было нормально. Он на том, что я мерзлячка. Так. Ну, главное, там нет холодных ветров, там нет вот такого пронизывающего, влажного воздуха. Несмотря на то, что каспе рядом. Каспе, да, влажности нет, то есть комфортно, комфортно. Да, мы боялись, что будет, вот знаете, такой противный, влажный, пронизывающий ветер, который делает твоё существование иногда невозможным. Там этого нет. Просто за год до этого как раз тоже на новогодние каникулы были в Вильнюсе, там Балтика и... Вот там вся история, о которой Юле сейчас... Да, невозможная. Там как раз, да, там вот такая питерская зима, когда пронизывающие ветра, там залетающий везде снег. То есть мы там три дня просто сидели дома, не выходя на улицу. Это было в Вильнюсе, я сейчас слушаю. Это было в Вильнюсе, да. Маку, другая история, солнечно, да? Да, солнечно. А где вы приняли решение остановиться? В центре города, за его пределами? Ой! Ну, это тоже была целая история, да? Если рассказывать полностью, то это получится целая история. Её, кстати, никто не знает. О, замечательно. На самом деле мы достаточно давно ездим самостоятельно в путешествие, то есть не по путёвкам, а планирую его самостоятельно. Я через интернет бронирую билеты, ищу где нам жить. Нам важно жить не в гостинице, а в гостинице. Про стоимость, кстати, тоже надо сказать. Ну, Баку город не дешёвый, так скажем, да. И, конечно, после падения курса и Моната там, в общем, ситуация изменилась, потому что до этого он был ещё дороже. Но всё равно город не дешёвый. Конечно, не европейские цены, но дороже, чем Россия. Что касается проживания, то нам была важна квартира, потому что мы с маленьким ребёнком, нам надо, чтобы было там соответствующе. Ну, не в гостинице жить. Ну, банальная стиральная машина. Да, но, собственно говоря, возможности интернета сейчас безграничны в этом смысле. Там и Airbnb, и Booking, всё что угодно. Но у нас был замечательный случай, когда мы предварительно забронировали квартиру. Потом через некоторое время мы с хозяином созвонились. Он сказал, ну, извини, я решил сдать её надолго, мне это выгоднее. Я сказал, ну, ничего страшного, время есть, он сказал, ну, чтобы компенсировать, как бы вот это там неудобство, давай вы приезжайте к нам. В гости. Да. В дом, в наш личный. Да, у них квартира трёхкомнатная, большая, они живут с женой, дети уже разъехались. Он сказал, ну, вот мы такое практикуем, через скотч серфинг они там приглашают гостей. Показал квартиру по скайпу. Он сказал, ничего денег не надо, по скайпу показал квартиру, сказал, вот ваша спальня, вот ваш санузел, вот будем жить, всё, никаких проблем. Мы были просто удивлены, конечно, этим, причём на 10 дней, там, наше всё семейство, там, беспокойное достаточно. Но единственное, из-за чего мы, в общем, как бы решили совместно от этой идеи отказаться, у них собака достаточно серьёзная, а у нас двухлетний ребёнок, и, в общем, было непонятно, как они между собой там, да, скоммуницируются. Поэтому, ну, мы приехали, когда туда, он нам помог, в первый день было прохладно, вот когда снег выпал, я хотел купить обогреватель где-нибудь, у меня никого знакомых пока нет, я ему звоню, говорю, где здесь купить обогреватель, ну, там, домашний этот, колорифер. Он говорит, не надо ничего покупать, сейчас я привезу, там, время 11 вечера, мчится через весь город, привозит нам этот обогреватель, отдаёт на всё это время, потом он нас возил в, там... Вот, ну, в одну из природных достопримечательностей. Мы сейчас перерёмся на небольшой перерыв, вот о том, какие люди, мы после него поговорим. Союз неружимый. Всё-таки хорошо, хорошую заставочку вы с Азизом Алейчим, Володь, подобрали, потому что, правда, back to USS, что называется, обращение в детство, и у нас сегодня тоже программа пронизана и воспоминаниями, и новыми впечатлениями. Напоминаю, что мы общаемся с Читой Усенко, Андреем Леонидовичем, Юлией. Как тебе по отчеству, Юль? Не приведи Господь меня по отчеству называть. Юлия Фанасьева у нас в эфире. Мы обязательно, конечно, про Казахстан будем говорить, как и обещали, но пока продолжаем разговор о Баку, и вот сейчас я слушаю вас, понимаю, что вот какая-то, видимо, очень комфортная притягательная атмосфера в Баку. И мне кажется, что, конечно, кроме современной архитектуры и чистоты, важно, какие люди населяют этот город, в котором вы находитесь. Вот вы уже начали рассказывать про человека, которого вы с вами познакомились через интернет изначально. А вообще, как они двигаются, с какой скоростью говорят, смотрят ли в глаза, в конце концов, когда беседуют, приветливы. Какие люди, как вы живут? Ну, я скажу просто очень... Ну, слава богу, на русском языке можно общаться. Там совершенно свободное общение по-русски, и все разговаривают по-русски, никаких проблем с этим нет. Я могу сказать, вот самое яркое впечатление от того, что называется, от людей, да? Я когда верну, мы когда вернулись из поездки, меня здесь мои друзья начали спрашивать, ну, а как люди, как отношения к русским? И я только тогда начал соображать, что с этим могли бы быть, в общем, какие-то проблемы. Потому что там мне это даже в голову не пришло, наоборот. То есть, Элу Нур, который там сегодня, сейчас мы говорили... Элу Нур Гусейнов. Элу Нур Гусейнов, да, там мой приятель, он позвонил нескольким своим товарищам, туда предупредил, что мы приедем. Да, это может быть именно поэтому не было никаких недопониманий. Нет, мы говорим о впечатлении о людях просто на улице. То есть, когда мы, например, идем с ребенком, ему там пара молодая гуляющая дарит воздушный шарик, потому что он на него загляделся. Но это можно понять. Но когда эта пара уже проходит там 150 метров, у ребенка шарик улетает, но он начинает из-за этого плакать, пара оборачивается, понимает, что он плачет из-за того, что улетел шарик, возвращается и дарит ему еще один, чтобы он не плакал. Это, в общем, показательно. Это не наши знакомые. Так вот, Элу Нур, когда он позвонил, мы приехали, я на третий день уже замолился к его приятелям и товарищам. От такого внимания? И сказал, дайте, пожалуйста, побыть с нам самим здесь немножко и отдохнуть, потому что поехали на обед, поехали на ужин, поехали, покажем это, поехали туда. А что делать? И все это за счет приглашающей стороны? Ну да, они действительно очень-очень дружелюбные. И они свозили нас в некоторые места, куда мы сами бы, скорее всего, не добрались. А вот куда вас повезли? Мы ездили в Кабустан. Это природный заповедник в 70-80 километрах от Баку. Он знаменит своими наскальными рисунками. Там потрясающий красивый пейзаж. Те, кто любит горы, обязательно должны там побывать. Меня впечатлила больше общая атмосфера, нежели наличие рисунков, потому что там можно вскарабкаться на какие-то потрясающие красивые камни, сделать красивые фотографии. Ну и общая атмосфера, что вот это какое-то место силы. При этом там есть инфраструктура, туда очень комфортно ехать. Дорога хорошая. Хорошая дорога. Рабочие дороги. Дороги хорошие. Как член, вернее, как руководитель рабочей группы. Не надо работать. Могу сказать, что надо ехать и учиться. Там есть музей в этом природном заповеднике. Очень красивый, очень современный, интерактивный музей, куда ребенка сводить одно удовольствие. Там, простите, есть туалет, куда можно совершенно спокойно зайти. Он чистый, нормальный. То есть не нужно там ничего придумывать и искать кустики близлежащие. А также нас возили в храм огнепоклонников. Это километров, наверное, 30 от Баку. Но мы туда ехали по такой дороге. Мне кажется, ни один не местный человек это, в принципе, никогда не найдет. Серпантин? Нет, не серпантин, а через близлежащие деревеньки. Пригород Баку. Храм огнепоклонников связан с... Как называется? Что называется? Народность. Народность. Ой, я не скажу это. А он действующий, этот храм огнепоклонников? Да, он очень исторический. Он действующий, там проводится определенная служба. Но, опять же, он приведен в замечательное состояние. Там тоже музей красивый. Вот, конечно, качество музеев, которые мы там видели, я, наверное, ни с одной европейской столицей пока не могу сравнить. По крайней мере, по концентрации. У меня пока что попадаются только индийские огнепоклонники. Потому что, действительно, вот интерактивность, которая привнесена современной технологией, которая используется в музейных экспозициях, просто обалденная. И они действительно привлекают внимание и ребенка, и взрослого. Им помогают раскрыть, собственно говоря, там, суть музея через вещи, которые ты начинаешь воспринимать совершенно по-другому. То есть это не эстетичная экспозиция, это все время, это что-то такое динамично меняющееся, интерактивное. Я нашла. Заравстрийский храм Атишак в Баку, да, на окраине городского города, индийский храм огнепоклонников, построенный ориентировочно в 17-18 веках. А что касается Габустана, вот здесь, там, Юля рассказывала, закончил, потрясающая энергетика. Вот вроде ничего особенного. Не сказать, что высокие горы, это просто там, ну, небольшая возвышенность, так скажем, да. Ну, наскальные, там, рисунки эти нацарапанные, там, пещерными людьми. Много веков назад. Много веков назад. Но энергетика просто вот потрясающая. Ты приезжаешь, и такое впечатление, что ты стоишь там на вершине мира просто, потому что степь огромная вокруг, вот эта небольшая возвышенность. Ну, энергетика просто обладает. За то, что нас туда свозили, мы очень благодарны, потому что читаешь отзывы, ну, когда в интернете, в общем, не так впечатляет. Нам сказали, надо съездить, и мы очень рады, что съездили туда. Ну, самим на такси, ну, наверное, туда проблематично было бы добраться еще, там, тем более с маленьким ребенком. И еще нас возили показать нам, называется это «Горящая земля». Что это такое? Это действительно «Горящая земля». Баку – это же, там, начало нефтедобычи. Обширонский полуостров, да. Собственно говоря, там, в конце 19-го века. И там до сих пор вокруг Баку стоит масса вот этих там журавлей, которые качают нефть, потому что в начале 20-го века там достаточно было лопатой копнуть землю, и там, собственно говоря, нефть уже начинала собираться. И есть отрезки земли, где нефть и газ настолько… Настолько близко? Они проступают прямо на землю, что у нас происходит самовозгорание, и прямо там стоит кусок земли, и он горит. Это устрашающее такое зрелище? Нет, оно контролируемо, то есть эти участки уже так обособили. Их, правда, почему-то не привели в такое туристическое состояние, то есть до них действительно добраться там, черт ногу сломит, что называется. Там техника безопасности все-таки соблюдается, чтобы… И никогда не найдешь, не зная. Не надо подходить близко. Нет, почему? Там подходишь близко, ничего. Там просто гореть-то вокруг нечего. Там пустыня, ну, как бы пустыня, да, то есть там на этой земле ничего не растет из растительности практически. Что вы привезли из Баку? Рассказывай. Лимоны. А, лимоны, да. Вообще, на самом деле, в Баку, не в Баку, в Азербайджане, 9 климатических зон представлены в стране, и там есть один из районов Баку, Линкаран. Как раз там выращивают совершенно потрясающие линкаранские лимоны. Нам, когда говорили, нам сказали, вот вы обязательно купите. Я подумала, ну, да что я не знаю, ну, и лимонов, что ли, я не ела лимоны и лимоны. Но когда мы действительно пошли на рынок и купили эти самые линкаранские лимоны, я поняла, что без них я отсюда не уеду. Потому что они потрясающе вкусные, ароматные. Их можно есть вот просто так. А у нас здесь в Кирове таких нет? У нас здесь в Кирове таких нет. Ну, говорят, что есть там, кто-то возит, но это все равно, конечно, не то. Потому что я вам точно могу совершенно сказать, приехав в январе, после наших этих там гидропонных помидор, огурцов, там, израильские редиски и все остальное, когда ты начинаешь есть нормальные овощи, выращенные там под солнцем, на земле, там, близко к солнцу. Зимой, ну, конечно, это просто обалденное ощущение. Ну, привезти два килограмма лимонов, тащить их через ползу там земного шара и на победе, это, поверьте, как бы показатель. Это надо умудриться. Я хотела вас спросить, какой маршрут вы выбрали? Ну, мы летали через Москву, поэтому Киров-Москва была победа рейс, и, соответственно, там все килограммы высчитываешь, поэтому два килограмма лимонов это показать. А в Баку не летает победа? Нет, в Баку не летает, там летают азербайджанские авиалинии. В общем, достаточно комфортные перелеты, комфортные пересадки, и вполне бюджетно, достаточно доступно по цене перелетов. Ну, и давайте мы завершим рассказ о Баку и о Азербайджане все-таки кухне. С чего начали, тема закончена. Кроме лимонов, вот что поражает ваши вкусовые рыба? Рыба. Рыба очень понравилась, ну, Каспийское море. Все местное, все свое. Да, то есть рыба-рыба. Что там за рыба? Я, кстати, рыбу не ела, ты ел рыбу. Каспийское море. Где она представлена? Везде. Что там за рыба вкусная? Как в кафешке, ресторанчике. Да, в кафешках вообще пить. На каждом шагу они, можно сказать. Ну, на самом деле нет. В городе такого вот фастфуда, такого уличного, немного. Но, в принципе, мы были в таких обычных кафешках, простеньких, и в дорогих ресторанах мы там ходили. Конечно, надо приготовить. То есть они сами местные, они знают, куда надо идти, где приготовят. Но и рыба, и мясо. И, ну, для меня, конечно, вот там в январе просто непередовым впечатлением были фрукты и овощи. Там, кстати, интересная очень традиция приготовления плова, потому что рис там готовится отдельно от мяса, и подается отдельно чашечка с рисом. А мы как-то разговаривали об этом в программе. Правильно, да, чашечка с мясом, и ты их потом уже сам перемешиваешь. И еще целый набор специй. То есть ты можешь создать себе плов, собственно говоря, таким, какой тебе хочется. А к плову, да, подают обязательно курагу и изюм, вот что необычно. Когда нам официант рассказал, что вот у них такая традиция приготовления плова, я его слушала и думала, ну, как это возможно? Рис варить отдельно, мясо отдельно, он же невкусный. Да, когда они это все принесли, и Андрей с подозрением смотрел на курагу и на изюм, как это вообще можно есть все вместе с рисом, с мясом, с сумахом. Сумах? Сумах – это специя такая, она тоже очень популярна в… Жгучая или просто ароматная? Нет, это сушеный барбарис, она такая пряная. Когда ты это все пробуешь, это оказывается потрясающе вкусно и необычно. То есть мне очень понравилось. Да, вот сейчас после рекламного перерыва мы перейдем к плову. Ну, заканчивая просто об Азербайджане, вот и кухня, знаете, что вот просто замечательно. Ты приходишь в ресторан или кафе, отпускаешь ребенка. И ты можешь про него забыть. И ты спокойно ешь. Ребенком занимаются все. Администратор, официанты, все гости. Никто ничего плохого ему не сделает там и не даст без тебя. То есть они не будут говорить, ребенок ты чея, быстро иди к маме с папой. Смотри, смотрят, ему дадут игрушку, при необходимости накормят, всегда поднимут быстрее. То есть он упал, к нему сбегаются официанты быстрее, чем я это даже заметил. То есть ему не дадут выбежать куда-то за пределы ресторана. Ты чувствуешь себя в этом городе действительно абсолютно комфортно и уютно. Поэтому рекомендую всем. Вы, кстати, замечали, находясь в Баку, лица европейской-то внешности. Да, конечно. Насколько он востребован у туристов. Давай мы все-таки после перерыва у нас время рекламы через две минуты продолжим. Союз нерушимый. Продолжается программа «Союз нерушимый». Напомню, что мы заканчиваем путешествие в Баку. А мы уже в эфире были сейчас. По поводу людей-то европейской внешности. Или, может, не европейской. Много туристов, много посетителей. Но они там есть. Они есть. И, собственно говоря, бакинцы говорят, что их стало становиться больше. Но это пока еще, знаете, там явно не раскрученное туристическое место. Надо сказать, что, наверное, тоже замечали. Евроньюз регулярно пускает рекламу «Визит Баку». То есть, в принципе, Азербайджан себя популяризирует. Нет, они в этом вкладываются очень серьезно. То есть, там, Евровидение, этап Формула-1 в этом году, евразийские игры, европейские игры, которые они в следующем году, по-моему, собираются проводить. То есть, они над этим серьезно работают. Но пока это еще не испорченное туристами место, вот так скажем. Потому что я много видел мест, которые там начинают раскручиваться и потом портятся. Это точно пока еще не испорчено. Пока можно ехать. Давайте в Казахстан. Но у вас свежие воспоминания от Казахстана. Вы водили, водили, водили. Да, потому что из Казахстана мы вернулись буквально неделю назад. Мы практически каждый год ездим в Алматы в том или ином составе. Там либо я езжу, либо мы ездим всей семьей. В этом году мы ездили все вместе. Кстати, по поводу Казахстана, ну, я, конечно, не могу быть, наверное, объективна, потому что это моя родина. Я туда каждый раз возвращаюсь как к себе домой. И после этого не могу понять, что же я делаю в Кирове и зачем я здесь. Ну, тогда слово передаем Андрею Леониду. У него глаз не замыли. В общем и целом, если сравнивать впечатления от двух стран, если Баку производит впечатление европейского очень города, то в Казахстане это всегда такая Россия 90-х. То есть это восточный совершенно менталитет. Россия 90-х? Костюмы Адидас? Нет, нет, нет. По мастерии, по ощущению. Ну, вот с точки зрения даже внешнего состояния города, то есть что такое Россия 90-х? Это куча обменников, все таксуют, ларьки-киоски, все что-то продают, значит, и вот такое шумное какое-то там постоянно происходящее как бы действие. И начало появления, так скажем, первых денег, да, больших. То есть вот первые деньги начали появляться, что-то начали строить большое, красивое сразу, да, но это соседствует как раз с хрущевками. С обычными там двориками, то есть, ну вот, причем, ну сейчас в этот раз у меня, наверное, впечатление, что это уже такая Россия, ну, с самого начала 2000-х. То есть у них наступают жирные времена, да? Ну, проходят уже, опять же, ну вот, то есть где-то, ну, наверное, лет 15, я бы сказал, вот такого лагово между там Россией и Казахстаном. И это чисто внешне видно даже. Это, ну, это внешнее восприятие такое. В Казахстане, конечно, в Алма-Ате больше азиатского, нежели в Алма-Ате. Больше азиатского, да. Но при этом сам город тоже очень красивый, там тоже много природных достопримечательностей, есть что посмотреть. Казахи, особенно южные, которые живут в Алма-Ате, они очень дружелюбная нация. То есть ты там приходишь в магазин и, не знаю, с тобой здороваются, с тобой поговорят, тебе улыбнутся. Вот здесь я не представляю, чтобы я там зашла в магазин, каждый день через который езжу в Порошино, и чтобы мне не привезли Господь, улыбнулся продавец и поздоровался. В этот день я подумаю, что что-то не так. А там очень улыбчивые, очень дружелюбные люди, там никакого негатива к русским нет. Они очень уважают, например, стариков, потому что моей бабушке 91 год, она, к сожалению, уже почти не ходит. То есть если мы идем куда-то все вместе, всей семьей, то бабушку везем на коляске. И, допустим, когда нужно поднять на ступеньки, например, приезжаем в кафе, нам нужно поднять эту коляску на ступеньки. Не нужно никого просить, там сами люди подойдут, тебе помогут, сюда поднимут, сюда поднимут. Ну, то есть вот это абсолютно комфортно, и в России я такого не представляю, чтобы мне нужно было что-то сделать, а мне вот взяли так и помогли без просьбы моей. То есть там тоже хорошо, приятно, но менталитет совершенно другой. Показательный случай с нами произошел вот два года назад, да, когда мы ездили с ребенком, которому было полгода. Туда рейс прилетает ночью, 3.30 утра по местному, пока ты получил багаж свой, пока ты взял такси, приехал в город. Это уже местного времени 5 утра, и вот нас встретила в квартире, которую мы бронировали, специалист по, ну, риэлтор. И оказалось, что в квартире нет кондиционера, а на сайте в описании он был. Оказалось, что мы ей должны какие-то агентские, хотя вроде как об этом не было договоренности. И ты понимаешь, что 5 утра ты не можешь никуда деться, ты не можешь плюнуть, сказать, да, идите нафиг, я сейчас поеду в гостиницу, потому что вот у тебя ребенок полгодовалый, который кричит и явно намекает тебе, что так-то ночь мне бы поспать. Поэтому вот это действительно такой азиатский менталитет, но с другой стороны это как повезет, наверное, потому что в этот раз у нас все сложилось просто идеально с квартирой. Да, мы также заказывали квартиру через интернет, Airbnb, отличная квартира в том районе, который нам нужен был. Все зависит. На чем добираемся до Алматы? Самолеты? Через Москву? Конечно, самолеты, потому что... Нам удобнее через Казань, потому что мы с ребенком. Да, нам удобнее через Казань, мы до Казани едем на машине совершенно спокойно, а оттуда прямые рейсы... До Алматы? До Алматы. Прекрасно. Кстати, из Казани и в Баку можно тоже ведь. Ну, возможно, но в Баку мы летали из... Из Москвы мы летали в Баку. Да, но хотя в Баку люди и на машине ездят совершенно. Из Кирова. На нашей Кировчине. Автобус есть. В Кирове, в Баку, да, есть автобус. Серьезно? Да. Там надо, видимо, плово сразу... Я, видимо, просто больше с азербайджанцами общаюсь. Конечно, есть еще бы, чем мы. Расскажите, у нас не так много времени осталось, все-таки мы о азербайджанской кухне, много времени здесь в принципе посвящали и сегодня успели упомянуть о казахской кухне. Я-то, конечно, у меня тоже свои воспоминания, и главное блюдо на нашем столе на каких-то праздниках – это бешбармак. Бешбармак готовят по-разному. У нас был офицерский бешбармак всю жизнь, потому что много перелетной дичи в Казахстане, а папа мой военный, и у них там целые соревнования были на этот счет. И у нас, конечно, на столе всегда был с дикой уткой бешбармак. А аналог какой-то в русской кухне есть? Нет. Нет ничего? Нет. В русской кухне, пожалуй, нет аналога. Я вот очень люблю кушать в Алмате манты с бараниной. Да. И вообще я люблю в Алмате кушать баранину, потому что она там прекрасная. Бывает там какой-нибудь старый баран, который пахнет. Как осуловила сразу взгляд, когда она говорит о баранине, о настоящем вкусном мясе. То есть там этот баран там ничем не пахнет, он нежирный, он прекрасно жуется, прекрасен на вкус. То есть вот у нас как-то с бараниной гораздо хуже обстоят дела. Там ее готовят отлично, и много где она есть. Вопрос еще, понимаешь, раз уж мы в сельское хозяйство сейчас ударимся, это свободный выгул. Понятно, что стада, которые... И кормовая база. Да, и кормовая база, все верно. Ну, понятно, что, наверное, климат в Казахстане и климат у нас в Кировской области сравнивать не стоит, потому что там гораздо теплее и гораздо комфортнее не только для баранов, но и для людей. Там целых 305 солнечных дней в году. Вот. Вот поэтому, Юля, все доброжелательно улыбаются, а мы здесь сражаемся с погодой и с природой каждый день. И друг с другом. Каждый день. Этим летом люди добрее. Потому что, видишь, как хорошо... Уже есть солнце-поглеб же есть. Это есть, конечно. Баранина. А еще? Ну, вот я для себя в этот приезд открыл шашлык из утки. Именно шашлык из утки, то есть пожаренная на углях утка. Я, честно говоря, как-то так... Решил попробовать, когда увидел веню. Но мне действительно очень понравилось. Такое хорошее мясо, как мне нравится. Такое потверже, чтобы надо было его там порвать зубами. Ну, и очень вкусное тоже. Я не думаю, правда, что это дикая утка. Мне кажется, это, скорее всего, все-таки там домашнее разведение. Ну, с хозяйства, с какой-то ферма. Но вот я для себя это открыл. А так, конечно... Канина. Учитывая то, что мы, да, не первый раз, но там уже такой достаточно стандартный у нас есть набор того, что мы любим. Причем есть места, где мы это любим, да. То есть там Алматы стоит в предгорьях, и когда уезжаешь в горы, по дороге там очень большое количество различных кафешек. Прекрасно. И, конечно, там виды роскошные, и там готовят совершенно по-другому. Потому что одно дело есть в кафе в городе, а когда ты уезжаешь в горы, причем это совершенно там недалеко, в течение 20 минут можно сделать, там, конечно, блюда совершенно по-другому и готовятся, и воспринимаются. И обычное, простое блюдо, хычины, это же некая такая смесь блинов с начинкой, но не с начинками. Но тесто пресное. Да, пресное тесто, и там добавлен туда либо сыр, либо зелень, либо... То есть тонко раскатанные два листа пресного теста, между которыми есть начинка. Это либо сыр, либо картофель, например, с сыром, либо мясо. Да, то есть это просто жарится и... Мы как-то все на мясо, все на мясо налегаем. А я еще не обедала. Напитки, сладости. Ну, фрукты, конечно же, опять же, то есть там такую черешню у нас здесь не купишь. Хотя вот сейчас мы ездим, опять же, в нашем магазине продается черешня казахстанская, но, конечно, такую черешню не купишь, там от нее было не оторвать. Дыни, арбузы, ну, опять же, те же самые там огурцы, помидоры, просто вот такие овощи. Что касается напитков, ну, для меня, например, было открытием, опять же, я заказал себе окрошку на кефире. И вот вроде как бы... Вполне известное блюдо, да, но я не знаю, что там за кефир, но я сказал, что вот это так, причем я-то ем стандартную, как правило, окрошку на квасе на кефире, это только в порядке экспериментов. Но в этот раз, когда я сказал, что это одно из лучших просто окрошек, которые я вообще в жизни пробовал, потому что кефир был настолько, он не был там, ни кислинки не было, ничего, он был вот именно то, как надо. Вот просто, ну, для меня вот это стало там, опять же, тоже таким приятным открытием. Не катык, Юля? Нам сказал официант, что это обычный кефир. Ну, понятно, что... Потому что вы русский, что вам... Ну, да, с чем вы объяснили. Я просто помню, из детства у меня воспоминание, что мы покупали в бутылках не кефир, а именно вот катык. Ну, может быть, что-то я путаю. Не, ну, вообще там много кисломолочных напитков. Ну, если вот говорить о традиционной казахской кухне, то на самом деле вот в традиционных блюдах это смесь разного вида мяса, это смесь, например, разного вида субпродуктов. Но вот я, например, такую традиционную казахскую кухню люблю не очень. То есть я это достаточно редко ем. И в колбасе там тоже есть смесь разных видах мяса. Почему-то я это не люблю. Я ем, наверное, более понятные русскому человеку там манты, люли-кебаб, плов. Шашлыки. Шашлыки, да. Ну, и говоря о стране, в которой мы... Пора заканчивать. Про цены давайте, про цены мы не поговорили. Да, говоря о стране, в которой мы не побывали, ну, в которой... Ну, то есть вино лучше грузинское. То есть мы пробовали казахстанское, но пришли к выводу, что лучше грузинское. Оно там представлено и, в общем, можно... Давайте так скажем о ценах в сравнении с Азербайджаном. Дешевле. Дешевле, чем в Баку, дешевле, чем в России. То есть, ну, по бюджету, собственно говоря, Алмата, Казахстан, в общем, достаточно комфортно, опять же. То есть там дешевле. Бензин, 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 Володя. В 90-е. Вы знаете, сколько бензин стоит? Сколько? 23 рубля литр. Прекрасно, Володя. Это сопоставимо. Володь, ты давно на заправке был, мы в рублях говорим. Нет, 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 я просто регулярно заглядываю в список мировых цен на бензин, то есть по определенным странам это одна из самых низких цен в мире. 23 рубля за литр, да. Комфортно, с десятой точки зрения прекрасно. Время подошло к концу. Да, время подошло к концу, но вот если еще сравнивать цены на такси, например, за 100 рублей можно доехать, ну, практически из одного конца города в другой, при этом ты подойдешь к дороге, поднимешь руку, и у тебя сразу остановятся. Ну, как я сказал, конец 90-х, да, конец 90-х. Живули, там интересная разбивка, там либо, ну, они очень любят большие автомобили, там количество ленд-крузеров, там и всего остального просто приводит все. Россия 90-х, все как положено. Либо действительно, что им совсем попроще. Спасибо большое. Это была программа «Союз нерушимый». Андрей Усенко, Юлия Фанасьева, Владимир Сметалин, Светлана Занько. Да, мы продолжаем наш сегодняшний эфир через 15 минут. Программа «Слушайте доктора». Все верно. Мы будем говорить с гастроэнтерологом, диетологом областной больницы. Не переключайтесь, после наших разговоров мы поговорим о последствиях. До свидания. Союз нерушимый.